Время идет только вперед, и все разрушительные процессы, увы, необратимы. Во всем виноват он – кислород. Поэтому, чтобы лучше сохраниться, нужно просто выкачать весь кислород, создать безвоздушное пространство в вакууме. Безвоздушное пространство сохраняет свежим в 10 раз дольше. Вакуумные контейнеры А однажды наступит то чудесное время, когда ваши родные и близкие снова проголодаются. А тут уже и готовить не надо, все с нового года есть. Первое, что мы будем вакуумировать – это нарезки. На праздничном столе их может оказаться больше, чем необходимо. Оставшиеся ломтики сыра я разделю на несколько порций, чтобы открывать одну упаковку за раз и не переживать за остальной сыр. Вакуумировать будем в специальных пакетах, которые входят в комплектацию вакууматора и находятся в потайном отсеке. Есть отдельные пакеты и есть рулон, который мы, кстати, и будем использовать для вакуумации нарезок. Потому что из него можно сделать пакеты меньше ширины, просто разрезав пленку и запаяв края. Отмеряю нужную длину и отрезаю с помощью специального резака. Вставляю вакууматор, фиксирую и нажимаю кнопку сил, чтобы запаять один край пакета. Как только световой индикатор погас, процесс завершился. Подготовлю три таких пакета и упакую в них наши нарезки. Помещаю незапаянный край пакета в вакууматор, зажимаю прессом и нажимаю кнопку вакуум сил. Сначала вакууматор выкачивает весь воздух, а затем запаивает край пакета. Мы получили три порционные нарезки сыра, которые могут храниться в холодильнике в течение нескольких месяцев. Это, кстати, гораздо выгоднее, чем покупать готовые нарезки в магазине. Теперь перейдем к фруктам. Для них используем готовые пакеты, в комплекте их пять. Для твердых фруктов, таких как яблоки, выбираем режим нормальный. И если они порезаны, то влажный режим, ведь из них будет выходить сок. А вот бананы, мандарины и виноград будем вакуумировать в режиме бережной упаковки. Это предохранит их от смятия. Кстати, если у вас есть продукты, которые можно заморозить, то их также следует предварительно завакуумировать. Это не только увеличит срок их хранения, но и защитит от запаха морозилки и других продуктов. А также уменьшит их объем, что позволит вместить в морозильную камеру гораздо больше продуктов. Теперь посмотрим, как вакууматор справится с влажными продуктами. Будем вакуумировать размороженные ягоды. Выбираем влажный режим. Кстати, следите за тем, чтобы пленка была сухая и без каких-либо соринок. Иначе есть риск неполной запайки пакета. Но если вы столкнулись с такой оказией, не спешите расстраиваться. Край пакета можно очистить и запаять повторно. Смотрите, вся откачанная жидкость собралась в специальном резервуаре. Кстати, такой режим идеально подходит для вакуумации рыбы или мяса. Переходим к салатику. Его помещаем в контейнер, который также можно найти на нашем сайте. Далее есть два варианта. Ручная вакуумация с помощью насоса, который идет в комплекте с контейнерами. Либо второй вариант. Подводим от вакууматора шланг к контейнеру и запускаем процесс вакуумации. Наличие вакуума в сосуде подтверждается тем, что резиновый индикатор втянут внутрь стакана. Сейчас мы впустим воздух. И заметили, что резиновый индикатор пошел наверх. Будьте предельно внимательны. Шланг, который идет в подарок за отзыв к нашему вакууматору, подходит к этим контейнерам. А вот к этим контейнерам подходит данный шланг. Ссылка в описании. На крышке контейнера выставляем сегодняшнюю дату. Это гораздо удобнее, чем держать ее в памяти. Горячее блюдо, кстати, можно разогревать в микроволновке прямо в этом контейнере. Потому что он сделан из тритана, а значит, при нагревании не выделяет никаких вредных веществ. Главное, не забудьте крышку снять. Если после праздничного застолья осталось пара кусочков торта, то для его сохранения точно нужно использовать контейнер для вакуумации. Откачать воздух можно также двумя способами. С помощью насоса или с помощью вакууматора. И напоследок завакуумируем жидкость, а именно растительное молоко. Для этого используем специальный высокий стакан. Кстати, совет на будущее. Если вы не успеваете приготовить все блюда в день праздника, вы можете сделать их заранее и завакуумировать. А в сам праздник посвятите больше времени себе и близким. Сегодня мы продлили жизнь нескольким блюдам и продуктам благодаря вакууматору Rami Dream Pro и чудесным вакуумным контейнерам. Смотрите, как увеличивается срок хранения продуктов благодаря вакуумации. Праздник закончился, а праздничный стол остался. Ставьте лайк, если вы тоже не знали, куда деть оставшуюся после праздников еду. И если вам было полезно это видео, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...